Бытовое для дома, коммерческий для офиса. Так было раньше. Сейчас специалисты рекомендуют даже в квартиру стелить ламинат коммерческий. Если этот ламинат использовать в бытовых помещениях, то срок его годности, так как проходимость движения по полу у вас гораздо меньше, увеличивается от 10 до 20 лет. Коммерческий ламинат в квартире быстрее надоест, чем придет в негодность. Поэтому переплачивать за класс его износостойкости смысла нет. Максимум берите 32 класс. Следующий важный параметр – толщина. Если полы у вас ровные, 8-мм ламината будет достаточно. А вот если кривые, лучше немного доплатить за экземпляр толщиной в 12 мм, чем делать дорогостоящую стяжку пола. Кстати, такой утолщенный ламинат еще и снизит шум, к примеру, стук каблуков. Можно сказать, соседям снизу крупно с вами повезло. Оптимальная подложка под такой ламинат – обычный вспененный колестерол. На пробку можно уже не раскошеливаться. Особое внимание на замки, защелкивающиеся, типа клик. Дороже, но удобнее при укладке и возможном ремонтаже. Чего не скажешь об их более дешевых коллегах, типа лок, с шипами и пазами. Ламинат с такими, если уж убрать, то с 10-процентным запасом. На случай поломки нескольких замков. Кстати, в соединении ламели стоит потренироваться еще в магазине. Соединение и рассоединение ламели должно происходить просто вот вручную, легко, без дополнительных усилий. Осмотрите резьбу замков и кромку. Они не должны крошиться. Напоследок запомните, сделанный в Китае не значит плохой. Если на упаковке ламинат есть латинская аббревиатура EPLF, значит компания входит в Европейскую ассоциацию производителей ламината. За качество своей, даже сделанной по заказу в Китае, продукции она отвечает.